Происходят сегодня достаточно важные вещи, и я хотел бы сегодня остановиться не на тех конкретных событиях, которые происходят и на поле боя, и которые происходят в каких-то международных отношениях, но я хотел бы сосредоточиться на двух выступлениях, которые мне показались достаточно важными, и которые, как мне кажется, в которых сосредоточены два встречных вектора. Одно из них это сорбонтское выступление Макрона, которое я позволил себе так немножко, может быть, напыщенно назвать сорбонтские тезисы Макрона, и выступление Путина на РСПП, которые тоже, может быть, в какой-то степени тянут на московские тезисы Путина. Настолько они противоположны по вектору, что мне показалось, что важно их сопоставить. Итак, выступление Макрона, которое, ну, я бы сказал так, оно такое тревожное, набатное. Это был действительно набат, Макрон говорил о смертности Европы. Наша сегодняшняя Европа смертна, говорит Макрон, и говорит о том, что, прежде всего, смертны европейские ценности. Ну, опять-таки, такой немножко предвестник апокалипсиса. Значит, речь идет о том, что, прежде всего, о необходимости надежной защиты, о том, что, помимо НАТО, нужна европейская система обороны. И здесь прямо указывает угрозу, источник угрозы. То есть, вот смертность Европы, а кто же убийца? Убийца в данном случае Россия, прямо об этом говорится. Россия не должна победить в этой войне, и это условия безопасности. То есть, Макрон прямо указывает, что источник смертности, источник возможной гибели Европы, это победа России в этой войне. Значит, второй тезис – это экономическая модель. Значит, здесь Макрон говорит о том, что Соединенные Штаты Америки и Китай, прежде всего, Китай, перестали соблюдать правила торговли. Ну, этот тезис я бы не стал разворачивать, просто потому, что я хотел бы, чтобы на эту тему вместе со мной порассуждал кто-то из экономистов. Например, ну, например, Липсиц. Например, может быть, для объема взгляда на эту проблему, может быть, поговорим с иноземцем. Но, в любом случае, тезис, мне кажется, важный, и его тоже нельзя оставлять без внимания. Значит, в чем конкретный призыв Макрона в его, скажем так, третий тезис? Это попытка выхода, вот, сохранить жизнь Европы за счет прорывов. Макрон требует к 2030 году сделать Европу мировым лидером в пяти ключевых секторах. Это искусственный интеллект, квантовые компьютеры, космос, энергетика и сельское хозяйство. Опять-таки, я думаю, что здесь нужен разговор, правильно ли выбраны эти ориентиры, насколько они являются судьбоносными. Ну, в любом случае, тут есть пространство для дискуссии. Ну, и, наконец, очередной, последний завершающий тезис – это ценности. То есть, как раз разговор о главном. Что такое смерть Европы? Смерть Европы, с точки зрения Макрона, и здесь с ним трудно не согласиться, это, прежде всего, умирание ценности, умирание ценности демократии. Значит, нападки на европейскую демократию, нападки на Европейский Союз, критика не просто критика европейской бюрократии, а критика самого факта существования этого величайшего проекта в истории человечества. Я абсолютно убежден в том, что, скажем, после античной цивилизации, которая была чудом, это абсолютное чудо, внезапно возникшее на небольшой части планеты, возникший вот этот вот удивительный цветок античной цивилизации. И вот после этого, который, в общем-то, трудно объясним с точки зрения хода истории, ну вот, сегодня второе чудо, это объединенная Европа, когда два с лишним десятка стран вдруг неожиданно решили отказаться от привычного существования и попытались воплотить кантовскую идею о вечном мире. И воплотили. И действительно воплотили эту идею. Стали существовать практически без границ. создали фактически общие механизмы управления. И, в общем, на протяжении уже длительного времени живут в таком состоянии. Как мы видим, точно так же, как античную цивилизацию в свое время попытались все время разрушить варвары, сегодня вот это вот уникальное явление, уникальное чудо, которое возникло на части планеты, это объединенная Европа, ее пытаются тоже разрушить. И Макрон говорит здесь о том, что Европа может умереть, если мы не ответим на вызовы времени и на ускорение истории. И главная ценность, которая отличает Европу, это гуманизм. Ну, в любом случае, вот такие тезисы. Насколько я сейчас не собираюсь анализировать, почему именно сейчас Макрон выступил с такими тезисами. Понятно, что есть внутренняя ситуация, есть политическая конъюнктура, но тем не менее, это все не важно. Это важно то, что это действительно вполне конкретный манифест, который сегодня, безусловно, должен быть услышан. И вот от потенциального, от как бы киллера, давайте слово киллеру предоставим, это Владимир Путин. Владимир Путин, выступая с тоже достаточно программным заявлением, там, правда, программности в этом заявлении было очень немного, но там был один тезис, который мне показался вот таким вот программам, в его выступлении, в его заявлении на съезде Российского Союза промышленников и предпринимателей. Тезис ключевой. Я процитирую то, что он сказал. В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. И дальше хотел бы подчеркнуть, что речь идет не о присмотре периодизации, мы с вами говорили об этом на предыдущей встрече, а о случаях, когда действия или бездействия собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны национальным интересам. Ну, вот эта оговорка такая, что не бойтесь, а в зале сидели действительно крупнейшие собственники, крупнейшие предприниматели страны, и вот Путин так в духе Горбатого из фильма «Место встречи изменить нельзя» сообщил им, мы не бойтесь, мы вас не больно, зарежем, чик, и вы на небесах. Примерно в этом плане говорил Путин о национализации. На самом деле национализация идет, и здесь она идет достаточно стремительно, началась вот эта новая волна национализации как раз во время агрессивной войны с Украиной, просто для представления о масштабах. Значит, в 2023 году, это данные новой газеты Европы, российской Transparency International, в 2023 году число исков о национализации выросло в пять раз с довоенным. То есть, всего за два года войны было рекордные 40 требований о национализации более 180 частных компаний. То есть, это свыше триллиона рублей по состоянию вот на сегодняшний момент. Значит, были переданы в собственность государства Соликамский магниевый завод, значит, Уральский завод автотекстильных изделий. Значит, ну, я не буду перечислять все эти предприятия, достаточно ключевые предприятия в своих отраслях. Отдельно хочу сказать о национализации, которая имеет политический характер. Прежде всего, речь идет о крупнейшем автодилере Рольф, который принадлежал оппоненту власти, бывшему депутату Госдумы Сергею Петрову. Сергей Петров человек, который, в общем-то, не был столь открытым критиком власти, как, скажем, Ходорковский или тем более Навальный. Но, тем не менее, человек, который обладал огромным состоянием, состоянием исчислявшимся в миллиарды долларов, и это состояние было полное. Его невозможно было вывезти куда-то за рубеж. Это автодилер, по понятным причинам, он целиком привязан к территории России. И это состояние было... Это предприятие, крупнейший автодилер, был национализирован. То есть, другие предприятия, там, часть агроконцернов, например, энергетических предприятий, которые принадлежали людям, скажем так, неподдерживающим режим, они тоже были национализированы. То есть, идет вот это вот, ну, я бы сказал, основные тезисы Путина, которые в этом направлении были предъявлены и обнародованы перед Российским Союзом промышленных и предпринимателей, это была идея раскулачивания. Это была идея, так сказать, ну, такая типично шариковская идея, грабь награбленная. То есть, ну, в какой-то степени здесь, я думаю, что идея национализации, которую предъявил Путин, и которая, на самом деле, уже идет, она, в общем-то, ну, в какой-то степени созвучна тем идеям, которые высказывала Мария Константиновна Певчих в своем фильме «Предатели». Кстати говоря, я думаю, что я все-таки в ближайшее время как-то поделюсь с вами своими мыслями о фильме в целом. Возможно, для этого нужно будет дождаться третьей серии, ну, а может и нет, потому что, на самом деле, из первых двух серий уже все ясно. И здесь как раз Путин в какой-то степени отвечает на запрос Певчих и проводит как раз раскулачивание тех самых олигархов, которые, ну, завершают этот процесс, значит, вот тот процесс, который в какой-то степени вроде бы, значит, соответствует запросам Марии Константиновны Певчих, которые она высказывала в своем фильме. То есть, несправедливая приватизация, грабительская, залоговые акционы не так сделаны. Ну, вот Путин исправляет эти ошибки. Пожалуйста. То есть, на самом деле, здесь понятно, что кто на чьей стороне. Ну, подробнее об этом, чтобы так не было в проброс, я расскажу как раз в ходе какого-то материала, который будет посвящен уже анализу того, что из себя представляет вот эта вот трилогия. Возможно, действительно, есть смысл дождаться. Раз уж так получилось, что вчера я не смог выпустить вот эту вот рецензию на фильм, ну, может быть, есть смысл дождаться третьей серии. Ну, хотя, впрочем, все будет зависеть от того, когда она выйдет. Может быть, и не стоит дожидаться. Значит, сегодняшний, прежде чем перейти к ответам на ваши вопросы, а вопросов очень много, поскольку мне пришлось суммировать те, которые были к вчерашнему стриму и частично те, на которые я не успел ответить позавчера. Я хочу сказать, что у нас сегодня будет еще в 21.00 беседа с членом парламента Молдовы Оазом Антоем. Это как раз, мне кажется, очень важный разговор по поводу того, что тех угроз, которые сегодня Россия создает по отношению к Молдове. Я думаю, есть смысл посмотреть этот разговор. Я, например, с интересом и с нетерпением его жду, поскольку Оазом Антоем это человек, который может анализировать не только события в Молдове, но и значительно шире. Повезло, прямо скажем, Молдове не только с президентом, но и с таким замечательным политиком и аналитиком. Перехожу к ответам на ваши вопросы. Вопрос от Виктора. Игорь Александрович, что вы думаете про Ростислава Мурзагулова? Да, кстати, я просто хочу сказать, что тут появилось видео, извините, пожалуйста, что я забыл об этом, появилось видео, где сторонники Звиада Гамсахурдия обвиняют меня во лжи. Я, к сожалению, не успел к сегодняшнему разговору проверить эту информацию. Естественно, я проверю. Там ложным называется одно мое высказывание, основанное на конкретных материалах, которые, по мнению и по данным вот этих моих критиков, являются неверными, скажем, источник, является ложным. Я не успел проверить, проверю и, безусловно, поделюсь с вами результатами этого своего анализа. Так что, будем разбираться. Итак, вопрос Виктора. Что вы думаете про Ростислава Мурзагулова? Вчера увидел его наутро февраля у Питера Залмаева, зашел к Питеру, увидел вашу фамилию, он перед вами выступал. У него какой-то конфликт с Волковым Чичваркиным, его обвиняют в посадке Лилии Чанышевой, что он за человек, можно ли ему доверять. Уважаемый Виктор, вы знаете, вот, что касается, я хорошо помню этот конфликт, конфликт, прежде всего, связан с тем, что это пиарщик, который был длительное время при власти, вот только что обслуживал режим сначала башкирского диктатора, затем переместился в Москву, здесь работал с, ну, насколько я понимаю, он не был сотрудником администрации президента России, но сотрудничал плотно с АПшечкой, как ее ласково называют, затем был вице-мэром одного из районов Подмосковья, ну, короче, был такой очень, так сказать, был членом единой России, он, правда, отрицает, что он сознательно туда вступил, вроде как говорит о том, что его туда, так сказать, включили без его ведома, но это на самом деле не важно, важно то, что он был человек, полностью интегрированный во власть, потом с удивлением его обнаружили в составе, так сказать, команды Ходорковского, вот, это вызвало там какое-то возмущение, в частности, Навальный по этому поводу очень критически выступал, что касается его, что касается его, так сказать, участие в посадке Лилии Чанышевой, я не уверен, что он лично, тут можно говорить о том, что он лично участвовал в этой посадке, но он действительно находился с ней в контрах, то есть, до тех пор, пока ее, когда ее посадили, он даже вроде выступал с осуждением этого действия, ну, короче говоря, вот такой вот человек, человек достаточно, ну, как в таких случаях говорят, скользкий, значит, сейчас он, он не бесталанный, он сейчас делает какие-то фильмы такие проукраинские, вот, то есть, он не бесталанный человек, его Михаил Борисович, в данном случае Ходорковский, использует в качестве вот такого вот специалиста по медиа. Вы спрашиваете, уважаемый Виктор, можно ли доверять? Думаю, что нет, думаю, что доверять нельзя, потому что человек, хотя он сейчас вроде как делает хорошие дела, ну, только что, буквально только что он был, был буквально без какой-то паузы, вот этот вот стремительный перископ, перископ, причем я смотрел еще, когда был этот конфликт с Навальным, когда Навальный очень сильно нападал на Ходорковского в связи с тем, что тот взял его на работу, я смотрел его интервью, на самом деле, этого Мурзагулова, и там, на самом деле, он не считает, что в чем-то изменились его взгляды, в частности, он до сих пор считает, что Ксения Собчак является оппозиционом, оппозиционером, и, так сказать, в общем-то, оценивает ее деятельность весьма положительно, поэтому тут, ну, скажем так, доверие здесь, мне кажется, было бы несколько опрометчиво, вот, хотя люди меняются, имеют право на изменение взглядов, но его взгляды не изменились, вот в чем дело, понимаете, то есть, здесь нет изменения взглядов, я в данном случае всегда приветствовал, и приветствую, когда человек меняет свои взгляды под воздействием новой информации, прежде всего, новой информации, или под воздействием каких-то событий, и я очень приветствую, когда, например, у многих людей взгляды изменились после того, что произошло 24 февраля 22 года, это очень, это хорошая история, когда человек меняет свои взгляды под действием вот таких вот событий, когда вот эти удары по мозгам и их прочищают, или новая информация, как было, вот, например, для меня классический пример, это дневники воспоминаний Андрея Дмитриевича Сахарова, когда его взгляды менялись, и он из человека, который ходил на совещание к Берии и помогал ему строить бомбу, и человека, который плакал в связи со смертью Сталина, этот человек превратился под действием информации, под действием событий, превратился в величайшего гуманиста двадцатого века. Вот это как раз очень человеческая трансформация. Но в случае с Мурзагуловым ничего похожего нет. Он не изменился. Хотя он сейчас на правильной стороне истории, как говорится, и это можно только приветствовать. Так. Дальше. «Красгазета». Вопрос такой. Возможно ли эмигрировать в Литву, если там работали для граждан России? Много ли наших сограждан сегодня находится в Бельнесе? Я думаю, что сегодня Литва ставит очень серьезный барьер к присутствию граждан России. Барьер очень серьезный. И возможность преодолеть этот барьер, если, так сказать, ты сейчас хочешь приехать в Литву, то это в основном либо политическое убежище, либо какой-то статус человека, которого преследуют, которому есть угроза политическим мотивам в России. То есть это не просто так. То есть просто так оказаться на территории Литвы гражданину России трудно, практически невозможно. В частности вот моя история, это то, что я иноагент, то, что по мне возбуждается всякие дела по экстремизму в России и по этому поводу как раз было тоже я приехал в Литву по приглашению в Министерство иностранных дел, скажем так. Иначе сложно. Сегодня в Вильнюсе находится много, довольно большое количество людей, которые тоже находятся в статусе либо в статусе иноагента, либо преследуются, то есть очень значительная часть иммиграции, политической иммиграции находится сегодня в Вильнюсе. Но опять-таки как раз вот по поводу того, о чем мы говорили с вами в начале разговора, Европа защищается, защищается, защищает свои ценности, свою безопасность от проникновения граждан враждебного государства. Так. Анонимный вопрос. Автор вопроса говорит о том, что вопрос глупый и смешной, но почему так суетились Таня с Валей, Ельцин не про коррупцию? Где и почему они скрываются, если у них ничего нет, они ни при чем? Я никогда не говорил, что у них ничего нет, это вы в духе своего смешно. Я не считаю ваш вопрос глупым, но он действительно такой ернический. Значит, если речь идет о Татьяне Дзиченко и Валентине Юмашевой, то насколько я понимаю, Валентину Юмашеву ничего не грозит в России, он вроде бы не так давно был, я не знаю, где он сейчас в настоящий момент находится, честно говоря, не очень интересовался, но некоторое время назад он там был, так сказать, подвязался в качестве советника где-то при власти. На самом деле это человек, который, они, безусловно, не бедствуют, обладают довольно приличным состоянием, и конечно, в отличие от отца и Татьяна Дзиченко и Валентин Юмашев, это были люди, которые были про деньги, как раз про деньги, и они как раз про коррупцию. Поэтому на сегодняшний момент, насколько я понимаю, состояние свое Валентин Юмашев сделал за счет лоббизма, он по-прежнему, насколько я слышу, последняя информация о том, что он по-прежнему оказывает какие-то лоббистские услуги различным структурам в России и за рубежом. То есть продолжает свою деятельность, собственно говоря, то, чем он занимался в 90-е годы. Еще один аноним, а почему, Игорь Александрович, вы ни разу не вспомнили 20 января 90-го года, когда советская армия за ночь расстреляла 131 мирных жителя Баку. Почему ни разу вы не говорите в своей передаче о хаджалинской трагедии Азербайджана, в котором было вырезано за одну ночь с помощью России 630 мирных жителей, разговариваете о фейковом геноциде армян. Значит, ну, сразу скажу, что слова о фейковом геноциде армян, особенно прилагательное фейковый, я оставляю на вашей совести, если оно у вас, конечно, есть, значит, что вы вкладываете в эти слова, я не знаю, то есть, что не было убийства по признакам национальной принадлежности примерно от 800 тысяч до полутора миллиона армян, этого, что ли, не было? Я прекрасно знаю, что ни Азербайджан, ни Турция не признали геноцид армян. Ну, опять-таки, это, что касается Турции, то, понятно, это как раз то обстоятельство, которое свидетельствует об этом, о вине, причем, как бы, в отличие от Германии, которая не только признала геноцид, не только признала Холокост, но и делает все для того, чтобы каким-то образом загладить свою вину. Турция не признала это проблемы Турции и Азербайджана, который является ее союзником. Вот, что касается Хаджалинской резни, то это преступление, так всего, мы, я об этом не раз говорил, поэтому, вот, просто не надо передергивать. Виктория Тара, вопрос, что делает вас в этой жизни счастливой, кроме работы, вы верите ли вы в то, что каждый имеет свою цену, вопрос только в размере этой цены. На второй вопрос у меня ответ очень простой, да, как и на первый тоже. Значит, это ложное утверждение. Вы знаете, ну, вот, сегодня я, как и многие из вас, с огромной тревогой слежу за судьбой Александра Скобова. Вот, скажите мне, пожалуйста, Скобов имеет свою цену? Я думаю, человек, который ответит на этот вопрос утвердительно, либо не знает Александра Валерьевича, не представляет себе, кто он такой, либо просто судит по себе. Значит, нет, не каждый имеет свою цену, есть люди, которых невозможно купить, вот, ну, просто в силу того, что их система ценностей этих людей, она находится совсем за пределами числительных, да, то есть, вот, и таких людей немало, таких людей немало. Вот, это второй вопрос, что делает счастливым, кроме работы? Ну, помимо, вообще, я бы сказал так, не работа делает счастливым, а какая-то творческая компонента в этой работе. К сожалению, в сегодняшней моей работе творческая компонента невелика, хотелось бы больше, но война, извините, ничего, что называется, не поделаешь, поэтому приходится заниматься тем, что не всегда доставляет удовлетворение, но в конечном итоге, в общем-то, почти из любой работы можно, в любой работе можно увеличить творческие компоненты, это действительно делает счастливым. Ну, а помимо работы, помимо творчества, безусловно, любовь здесь особо тоже мне беном Ньютона. Что может быть, что может сделать счастливым? Конечно, любовь и творчество. Юрий, в отчет Госдепартамента США о нарушении прав человека в мире включены единый телемарафон, цензура в СМИ, давление на журналистов, ограничение деятельности трех телеканалов в Украине. Не хотите прокомментировать это, например, в сравнении с Израилем, который тоже находится в состоянии войны, в котором даже близко нет этого? Не хотите задать такой вопрос Портникову? Я совершенно не вижу смысла задавать вопрос журналисту Виталию Портникову с критикой действующей власти, потому что Виталий Портников критикует действующую власть намного больше, чем любой госдеп. Поэтому какой смысл? Называется топить щуку в реке. Что мы хотим услышать от Виталия Портникова, который постоянно, это поскольку он постоянный участник нашего с вами канала и он будет продолжать, я буду его предложать приглашать, потому что для меня это интересный собеседник, и как показывает тут внезапно возникшая дискуссия, то есть просто персональное дело Портникова у меня на канале вдруг спонтанно возникло, так вот да, мнения разделились, кто-то согласен с позицией уважаемой мира, которая собственно и спровоцировала эту дискуссию, ну я не в претензии, это хорошо, когда люди думают и спорят на нашем канале, но значительная часть просит продолжать его приглашать, я это буду делать, считаю, что это умный, умный, талантливый человек, а то, что наши взгляды различаются, это хорошо, сам с собой я могу поговорить и без эфира, вот, поэтому нет, Портникова я задавать этот вопрос не буду, а насчет сравнения с Израилем, вы знаете, вот я абсолютно убежден в том, что любая власть без единого исключения стремится к авторитаризму, редкий случай, я не знаю, ну может быть там Васлов Гавил, который пришел к власти вот из такой, из диссидентства, но это редкий случай, но любая власть стремится к авторитаризму, потому что даже из самых благородных побуждений, то есть власть, любая, которая хочет что-то сделать, ей, конечно, мешает оппозиция, мешает разделение властей, мешает свободная пресса, судебная власть, независимость, потому что вот они мешают, потому что они цепляются, они виснут на руках, властитель, правитель, президент, что-то в своей деятельности, он, конечно, стремится к тому, что всегда, без исключений, вы не можете назвать ни одной страны, в которой так или иначе власть не пыталась бы сконцентрировать все больше и больше объем в своих руках, но этому мешают институты, значит, это к вопросу о изначальной вот этой вот тенденции сегодняшней украинской власти сконцентрировать в своих руках побольше полномочий, значит, и там, так сказать, в какой-то степени в этом смысле сокращать объем демократии. Сравнение с Израилем абсолютно ложное по двум причинам. Во-первых, потому что война, которую ведет Израиль на протяжении уже многих десятилетий и война, которая идет сегодня в Украине, это совершенно различные войны. Сегодня война идет на территории Украины. Речь идет о том, что каждый день фактически Украину убивают, причем убивают вот конкретно сейчас. Убивают сотнями и тысячами мирных граждан Украины. На территории самой Украины идет война. Часть украинской территории оккупирована, значительная часть. и вот прямо сейчас, пока мы говорим, значит, враг, агрессор, вот этот вот людоед, он наползает на украинскую территорию. Речь идет, несмотря на то, что мы с вами в наших эфирах говорим о том, что нет, Украина не проиграет, Украина не сдастся, Украина не позволит агрессору себя уничтожить, но тем не менее, тем не менее, совершенно очевидно, что эта угроза есть. Что касается Израиля, война не идет на территории Израиля. Это важное различие. И вы знаете, вот на примере анализа целого ряда войн, поскольку этот вопрос был очень актуален в отношении свободы слова, то есть отношении свободы слова и война. Вот например, когда в 90-е годы были вот эти вот чеченские войны, особенно первая чеченская война, я сейчас оставляю в стороне вину Ельцина за эту войну, но в общем-то свобода слова в России сохранялась и значительная часть средств массовой информации были на стороне чеченцев и выступали против российских оккупантов. То есть свобода слова сохранялась. В связи с чем? Потому что война была на территории России, но она была на периферии где-то. Это не была война, которая когда агрессор нападает и так далее. Ну и сравните ситуацию например в Великобритании. Естественно демократия была свернута в этот момент, когда Гитлер бомбил британские города, когда Гитлер бомбил Лондон, то естественно демократия сворачивалась. То есть и нет примеров, нет случаев, когда идет полномасштабная война на территории страны, в этот момент расцветают демократические принципы. В Соединенных Штатах Америки опять-таки демократия не сворачивалась, хотя власть, президентская власть во время Вьетнамской войны всячески пыталась свернуть демократию. Всячески пыталась. И были попытки свернуть свободу слова. Помните как тяжело шли бумаги Пентагона во время Вьетнамской войны? Очень тяжело шли. И президентская власть в Соединенных Штатах Америки пыталась воспрепятствовать этому. Но почему все-таки удалось так сказать независимость прессы была восстановлена? И почему тот же самый Верховный Суд выступил на стороне прессы? А потому что война шла не на территории Соединенных Штатов Америки. Потому что война шла за многие тысячи километров от США. И поэтому угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов Америки эта война не представляла. Я сейчас не оцениваю опять-таки так сказать вектор этой войны. Насколько правильно неправильно насколько американцы должны были уходить из Вьетнама или они должны были довести число жертв своих солдат до 100 тысяч или до миллиона. Дело не в этом. Дело в том, что эта война не угрожала безопасности США. И поэтому Соединенные Штаты Америки сохраняли демократию в полном объеме. В ситуации с Украиной мы имеем дело с совсем другим случаем. поэтому демократия здесь сворачивается. Ну и второе когда у меня была тоже дискуссия раз уж мы Портникова здесь вы упомянули я могу сказать что у меня как раз расхождение с уважаемым Виталием было в том что вот это его идея правительства национального доверия она возможна в Израиле невозможна в Украине по той простой причине что в Израиле это правительство народного доверия возникло по одной единственной причине не потому что Нетаньяху так был такой демократ и он решил пригласить своих какие-то другие силы к управлению государством а просто потому что у него не было большинства я не помню сейчас по-моему 23% партия 23 или 27 вот сейчас цифра как-то нечетко вспоминается сходу но это было абсолютное меньшинство это то что набрала набрала партия Нетаньяху поэтому он конечно не мог сформировать правительство и поэтому ему просто пришлось приглашать другие силы в том числе и довольно ну скажем так неблизкие силы для самого Нетаньяху деваться некуда точно так же ФРГ там не было большинства не могли сформировать правительство и поэтому пришлось приглашать союзников в том числе и достаточно далеких по взглядам в случае с Украиной ситуация совершенно другая Зеленский получил полный контроль то есть абсолютное большинство большинство в Верховной Раде и поэтому у него не было необходимости создавать коллекционное правительство именно поэтому здесь вот такая вот такой он получил возможность в том числе и сконцентрировать власть хорошо или плохо это другой совершенно вопрос вопрос неуместности сравнения с Израилем вот собственно говоря о чем идет речь так Алексей задает вопрос сейчас в информационном пузыре много много говорят о милитаризации российского общества но ведь армия есть у всех государствах во всех государствах армия присутствует в общественной жизни где грань между уважением к военным в демократическом государстве и излишней гипертрофированной милитаризации фашистского государства это как фореография есть танцы которые исполняют например на дне города которые мучают детей а есть танцы откровенные эротического содержания в них нет ничего плохого но детей к такие танцы не вовлекают предположим что фашистская милитаризация это плохо но ведь это не значит что надо запретить военным ходить в своей форме по улицам где грань разумности в отношении к армии и воинской службы я не очень понял насчет насчет танцев но хорошо это может быть не дошло сходу до меня глубокий смысл от аналогии что касается главного вопроса мне кажется все очень просто есть знаете вот что касается того как относиться к армии мне представляется что вот идея классика так сказать военного искусства клаузовица она здесь тоже применительна война продолжение политики иными средствами и все зависит от того какая политика если цель армии то есть все зависит от политики не от самой армии если цель армии это агрессия как в случае с пуфинским фашистским режимом то это плохо если цель оборона как в случае например с израильской армией когда человека в военной форме вызывает вот я за полгода жизни в Израиле вот до того как приехал в Литву я могу сказать что с огромным с огромной симпатии смотрел на этих молодых людей и девушек в военной форме которые просто были украшением города украшением этой израильской земли от них не исходит агрессия это действительно это армия которой Израиль гордится и армия которая и милитаризация израильское государство Израиль безусловно высоко милитаризированное но это 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 армия которая служит для защиты для защиты Израиля и тут это все совершенно очевидно Израиль не пытается нападать на какие-то соседние страны Израиль все десятилетия своего существования защищается от попыток его уничтожить и милитаризация здесь понятно и это достойная реакция вот сегодня я еще раз возвращаюсь к тезисам Макрона который говорит о необходимости создания европейской армии то есть есть НАТО но Европе нужна своя система безопасности зачем что Европа пытается восстановить свои там утраченные колонии да ни в каком кошмарном сне ни одному европейцу это не снится Европа пытается защищаться и европейская армия безусловно с моей точки зрения должна быть она должна так сказать существовать для защиты вот и все это очень простая история граница вот она граница простая если она если армия для защиты это хорошо если армия для агрессии для внешней агрессии то это плохо так автор вопроса это он себя называет себя называет бетон сталь дерево как вы считаете на агентов Шульман Латынину Светова Пастухова Штефанова и так далее действительно можно отнести к российской оппозиции или к ним будет более применимо определение имперец вегетарианец ну скажем так ваша ваша дефиниция имперец вегетарианец ну не знаю не уверен что она очень такая точная ну пожалуй что да пожалуй что да вот я сейчас смотрю на Латынина точно и вот в отношении Юлии Леонидовны это я думаю в отношении Юлии Латыниной я думаю что даже прибавка вегетарианец не очень не очень справедливо она человек носитель имперских взглядов я помню свой свой должок я обещал подробно рассмотреть ее взгляды проанализировать потому что это важно она человек очень влиятельный очень заметная часть российского медиапространства ну скажем так оппозиционного эмигрантского медиапространства поэтому я думаю что говоря о том кто есть кто в российской оппозиции и Юлию Латыниной нельзя обходить стороной и Арестовича который тоже является хотя он гражданин Украины но тем не менее он настолько сильно присутствует в российском медиапространстве что без него конечно анализ будет неполный так что Латынина она просто имперец без всякого вегетарианства что касается Пастухова Штефанова и Светова то да здесь наверное можно говорить именно о такой формуле имперец вегетарианец так что здесь наверное да Элеонора Котовцева или Котовцева не знаю как правильно ставить ударение вопрос что вам известно о влиянии участия участия Венедиктова в проектах бывших сотрудников в Европе выпуск программы там неразборчиво что-то под шапкой Брекфорд Шоу возможно в будущем живого гвоздя вы знаете это очень интересная тема но она такая частная но интересная социологическая именно точка зрения потому что диффузия эха вот именно диффузия эха то есть эха все эха формальное эхо Москвы не существует но оно вот диффузировало через своих сотрудников распылилось размножилось и действительно очень интересно насколько как бы влияние Венедиктова здесь сохранилось вы знаете тут это тема отдельных каких-то кейсов как сейчас принято говорить но скажем программа большой канал Плющева большой серьезный такой весистый канал популярный очень который или например такой осколок эха как эха Санкт-Петербург вот я не хожу и ну и не приглашают и сам не хожу на программы Венедиктова для меня это невозможно а вот например к Александру Плющеву хожу и буду ходить если будет приглашать конечно то же самое на питерское хожу и буду ходить опять-таки если будут приглашать в чем и я прекрасно знаю что и для Плющева и для питерского эха Венедиктов ну не знаю там по-прежнему они по-прежнему сохраняют с ним там отношения так сказать партнерские товарищеские дружеские наверное для них он по-прежнему уважаемый человек и вот по этому поводу как раз я хочу заметить одно одно такое социологическое наблюдение значит в политике так же как и в личных отношениях не действует принцип транзитивности ну что имеется ввиду транзитивность означает что если отношения между Ивановым и Петровым дружески и Петров например то есть Иванов дружит с Петровым а Петров дружит с Сидоровым это совершенно не означает что Иванов должен дружить с Сидоровым вот поэтому понимаете вот нет этой транзитивности когда так сказать условно говоря все мы друзья через там по разным оценкам через пять или шесть рукопожатий поэтому это означает что в конечном итоге каждый из вас дорогие друзья пожимал руку Путину нет такой транзитивности нет вот поэтому я прекрасно понимаю что там допустим Плющев может иметь там какие-то партнерские товарищеские дружеские отношения с кем угодно но а я могу симпатизировать а я симпатизирую Плющеву как талантливому журналисту хотя взглядов его часто не разделя но это не значит что все кому подает руку Плющев я тоже буду подавать руку ну вот такая вот транзитивности здесь нет поэтому поэтому вот такая вот история а влияние Бенедиктова тлетворное влияние оно проявляется и по-прежнему по-прежнему продолжает действовать Маритца почему существует два названия Чечня и Ичкерия чем они отличаются ну это ну довольно тоже простой вопрос дело в том что Ичкерия это историческое название области на юго-востоке современной Чеченской республики составе Чечня это Чеченская республика это субъект Российской Федерации Ичкерия это государство которое пытались создать сторонники независимой независимой страны в момент когда шли вот эти вот чеченские войны они не хотели принять на себя вот это название Чеченской республики поскольку это название было замарано запятнано вот этой вот оккупацией они исходили из вот такого исторического названия и на сегодняшний момент те чеченские воины которые воюют в составе вооруженных сил Украины они называют себя ичкирийцами они называют себя ичкирийским сопротивлением опять-таки пытаясь тем самым отмежеваться от того названия которое содержится в составе Российской Российской Федерации то есть они пытаются таким образом ввести свое происхождение не от Чечни Кадырова и Путина а от Чечни Дудаева и Масхадова других так сказать борцов за независимость за независимость Чечни Семен насколько я понимаю Семен это автор вопроса по поводу русских вот он в продолжении задает вопрос вопрос стоял что такое этнический русский и как его отличить от прочих этносов то что нация умозрительная конструкция которая существует только в голове это понятно и что все нации возникли тогда когда у людей появилось свободное время подумать и возможность почитать тоже понятно ну здесь я сразу хочу сказать уважаемый Семенов вы несколько как-то упрощенно трактуете вопрос возникновения наций если на то пошло понятно что нации возникли тогда когда возникла необходимость в национальных государствах но главное другое главное то что если говорить о нации а я подчеркиваю что все таки я исхожу из той концепции которые Андерсон в своем труде воображаемое сообщество развивал то нация как вот это воображаемое сообщество возникло тогда когда в значительной степени ослабела религиозная идентичность и вот это соотношение религиозной и этнической идентичности оно является ключевым оно кстати говоря даже после возникновения нации еще некоторое время продолжалось вот это раздвоение например кто такой русский был в российской империи православной то есть на самом деле основная так сказать этническая основное по переписи населения скажем в конце 19 века главным была вера и по-прежнему продолжала существовать ты кто я православный православный значит русский и в этом была проблема вот этого самодержавного уничтожения и унижения скажем украинцев и белорусских и белорусов потому что они все так сказать были поглощены вот этой вот религиозной идентичностью все православные значит один народ вот это в этом как бы проблема в момент когда в Европе существенно ослабла религиозная идентичность в этот момент на первый план проступила именно национальная идентичность это уж так к тому что когда и почему возникли нации итак продолжаю вопрос Семена вот вы например этнический русский типичный житель Мариэл это этнический русский коренной москвич это этнический русский ведь известно что исторически волго-окская междуречия ареал расселения различных финно-угорских племен на юго-западе и западе РФ много славян и балтов центральной России много угрофинов чем дальше на восток и юг кого там только нет всевозможные кавказцы тюрки поля азиаты плюс большая митисизация с приезжими так что такое этнический русский как его отличить от представителей других народов поглощенных империи существует ли он вообще проще говоря вопрос не о политической нации а об этнической общности уважаемый Семен ну давайте так я сейчас попробую еще раз подчеркнуть ту мысль которую я все-таки может быть не очень не очень четко наверное раз вы продолжаете задавать вопрос смотрите значит еще раз подчеркиваю значит есть два два понимания два вида понимания нации прежде всего гражданская нация которая формируется именно из граждан страны и она формируется возможностью принимать участие в голосовании через голосование через выборы власти принимать участие в значит в управлении страной то есть ну то что называется демократия и в этом смысле ну вот как скажем французская нация она состоит из людей разных рас не важно какого цвета у тебя кожа важно что ты являешься гражданином франции и это большая французская нация которая включает в себя это политическая нация которая включает в себя разные этносы точно таким же образом в великобритании британская нация политическая нация включает в себя представителей людей разного цвета кожи ну в частности там сегодняшний премьер британии явно не относится к числу этнических этнических британцев но является безусловной частью британской политической нации раз второе в россии поскольку россия не национальное государство россия империя то в ней политической нации не сформирована давайте точки на дыр оставим в россии нет политической нации никакой ни не русских ни украинцев никого вот в украине сейчас формируется политическая нация политический вернее сформирована уже политическая нация и в этом смысле украинцами как политическая нация являются представители всех этносов а теперь давайте Вторая часть вопроса – это нация как этническое образование. Этническое образование никакого отношения к биологии не имеет. Никакого отношения к генам, никакого отношения к тому, кто там жил, когда у графины или тюрки и так далее. Это все не имеет ни малейшего отношения к понятию этноса. Этнос – это социально-культурное образование. Если вы говорите про гены и так далее, про биологию, то это расовая история. То все эти генетические исследования, какие там корни, кого надо куда скрести и какого русского надо скрести, для того, чтобы обнаружить татарин и так далее, это все не имеет ни малейшего отношения к понятию этноса. Этнос – это исключительно социально-культурное образование. И он существует, этнос существует именно в воображении каждого человека. Вот мы все вместе воображаем некоторую историческую общность, к которой мы себя относим. Существует ли эта общность объективно? Да, существует. Конечно, существует. Она существует объективно, потому что, когда эта общность существует в головах миллионов людей, то она действительно существует объективно в этих головах. И она таким образом закрепляется. И, значит, когда вы говорите о том, что я этнически русский. Конечно, я этнически русский. Хотя, так сказать, если там провести какой-то генетический анализ, то я хорошо знаю, что во мне есть значительная часть украинской крови. Во мне есть значительная часть немецкой крови. Тоже еще один факт. Во мне есть значительная часть еврейской крови. Еще какой факт. Но в конечном итоге определяется этничность, принадлежность к национальности, к нации, определяется только и исключительно самосознанием. Ничего другого здесь нет. А я почему определяю свою этническую принадлежность как русский? По очень простой причине. Я вырос в русской культуре. Я говорю на русском языке. Я, так сказать, себя ощущаю русским. Да, сегодня быть русским невыгодно. И я с некоторым пониманием, хотя, в общем, с некоторой даже, я бы сказал, брезгливостью отношусь к людям, которые ударяются об землю и говорят, а все, я больше не русский. Потому что это невыгодно. Потому что русскому сложнее, так сказать, жить за границей. Ему все время напоминают о том, что он член, он часть вот этого имперского фашистского сообщества. Ну, в какой-то степени, да, это способ выживания. Но это не мой способ. Поэтому, значит, когда вы говорите о том, что там когда-то жили финно-угорские племена, ну да, жили. А потом на этой территории пришли славяне. И славянские племена частично ассимилировали финно-угорские, частично их вытеснили. Но это исторический процесс, который, на самом деле, уже никакого отношения к сегодняшней ситуации не имеет. Точно так же, как сегодня, значит, американцы, да, они пришли на землю индейцев. А индейцы в свое время пришли с территории Северной Евразии. И поэтому профессиональные идиоты из числа обитателей российского телевидения говорят о том, что вообще на самом деле Америка – это исконно русская земля. Не будем идти путем тех людей, которые говорят, что на самом деле, там, я не знаю, французы – это немцы, потому что франки – это германское племя. Или там, значит, англы и саксы – это тоже германские племена, которые никакого отношения к Великобритании не имеют. Да, там надо в случае Франции говорить о галах, а в случае, значит, Британии говорить тоже о исконно местных каких-то племенах. Но давайте не идти путем профессиональных идиотов, обитающих в российском телевизоре. Значит, совершенно не важно, кто где когда жил, важно то, кем мы себя сейчас ощущаем. Нация – это, если говорить не о политической нации, а о этническом компоненте – это воображенное сообщество. Вот, поэтому, мне кажется, здесь, ну, все-таки достаточно ясно, хотя, может быть, многословно. Георгий Сталина. А что должен был сделать Ельцин после красно-коричневого мятежа в 1993 году? Что делать, когда на выборах побеждают националисты ЛДПР и сталинисты СКПР? Уважаемый Георгий, это вопрос, который, в общем-то, каждый из нас решал в 90-е годы. У меня на этот счет простой ответ, кажущийся простым. Понимаете, когда Макашов штурмовал Останкина, ну, очевидный такой красный фашист Макашов вместе там с Баркашовцами штурмовал Останкина, то уже ничего другого не оставалось делать. Как говорила прекрасная Ахиджакова, гадину надо было раздавить. Но, то есть, понимаете, когда вы, уважаемый Георгий, когда вы разрываете исторический процесс и вырываете из этого процесса, вот в момент, когда Макашов штурмует Останкина, Ахиджакова сто процентов права. Гадину надо давить. Вот, при всем моем отношении, при всем моей любви к животным, в том числе и к присмыкающимся. Гадина социальная, ее надо давить. И когда на выборах побеждают националисты из ЛДПР и сталинисты из КПРФ, что я могу сказать? Ну, извините, в зеркало надо посмотреть. Почему произошло то, что произошло? Почему 12 декабря 1993 года произошло то, что произошло? Я помню хорошо, я присутствовал в том зале, где велась вот эта вот трансляция итоги выборов. И когда с Востока начала наползать вот эта вот коричневая чума, когда стало ясно, что ЛДПР побеждает, это было действительно шок. Ну, извините, надо посмотреть в зеркало, надо посмотреть, каким образом проводились реформы, что сделали с людьми. И когда вы говорите о том, что в момент штурма Останкина со стороны банк Макашова, конечно, делать уже ничего не оставалось. И, конечно, ничего не оставалось делать, когда реформаторы и демократы, сторонники Бориса Николаевича Ельцина, на самом деле, абсолютно наплевав на людей, проводили реформы указами. Я понимаю прекрасно, что очень сложно, парламентская работа – это очень тяжелая работа. И здесь я как раз возвращаюсь к вопросу, который был задан несколько минут назад. Это вопрос по поводу того, что действительно любая власть стремится к авторитаризму. Но команда реформаторов, которая окружала Бориса Николаевича Ельцина, она предпочла тяжелой парламентской работе, а это были те же самые, обратите внимание, Борис Николаевич Ельцин стрелял, ну, или отдал приказ стрельбы по Белому дому, по тому самому зданию парламента, который некоторое время назад его же избрал председателем, и который его же поддерживал. Большинство тех людей, против которых выступил Борис Николаевич Ельцин, они недавно еще его поддерживали. И здесь проблема в том, что, знаете, вот когда из массы грехов выделяется главный, иногда очень точно говорят, главный грех – это нетерпение. И команда реформаторов, и те люди, которые… И не только реформаторы, но и, так сказать, там все эти Коржакова, Барсукова, Сосковцы, которые, в общем-то, на самом деле представляли собой еще одну политическую кожу Бориса Николаевича Ельцина. А вот эта вот кожа, там, политическая кожа в виде команды реформаторов Гайдара, она очень быстро отвалилась, она была чуждой, и она была отторгнута. Так вот, значит, вот это вот политическое и политическое административное окружение Ельцина, оно не заморачивалось. Зачем? Зачем вести тяжелую парламентскую работу, когда проще все делать указами? И Борис Николаевич просто, как бы, повелся на вот эту, на эту кажущуюся простоту. И когда большинство сторонников Ельцина ушли из парламента, они сдали парламент сами, Верховный Совет превратился в гадину, да, безусловно, уже на каком-то этапе оставалось только давить. Просто оставалось только давить. Да, это было. Но это сами довели, потому что они ушли. И многие из, ну, я просто лично знаю людей, которые ушли из парламента для того, чтобы просто, чего заморачиваться, что там спорить с этими, так сказать, красно-коричневыми. Зачем? А это были те самые люди, которые Ельцина поддерживали. Вместо тяжелой парламентской работы выбрали простой путь административного насилия по отношению, в том числе, и к населению Российской Федерации. Вот о чем идет речь. Поэтому в момент штурма Останкин уже ничего не оставалось делать. В этот момент только так. Только танками. Но до этого надо было довести. И поэтому, что делать, когда на выборах побеждают националисты и сталинисты? Внимательно вглядеться в зеркало. Дорогие друзья, это ваше отражение. Сокол Крушкин. 22 апреля на канале Евгения Киселева была опубликована очередная беседа с Альфредом Кохом. Человеком ярким, неоднозначным, где-то проветерывчивым и очень активным. Я бы сказал, гиперактивным. В этой передаче Кох резвился как никогда. Там, что называется, Остапа понесло. Альфред Ренгольдович высказывался на шумевшем фильме Марии Певчих в привычной для себя хамоватой манере. Он ослабился настолько, что даже пару раз сдоблил свое откровение коротким матерком. Видимо, для улучшения понимания своей аудитории. Кадарковского назвал Мишей, Авена Петей, разве что Ельцина Борина и назвал. Вы тоже критически высказались об этом фильме, но ваша критика была аргументирована и, по крайней мере, четко сформулирована. Можно ли с ней соглашаться или нет, это другой разговор. Кох в этой передаче сделал несколько поистине сенсационных заявлений. Вот некоторые из них. Залоговые аукционы, которыми он занимался непосредственно, сущие пустяки на фоне общей приватизации. Даже какие-то проценты привел в подтверждение этого тезиса. Ну, тут, как говорится, Ельцина пустячок, а кому-то из тех, у которых нога, это у того, у кого надо нога, приятно. Второе. Мария Певчих, которая, по его мнению, будучи в прошлом любовницей Навального... Ой, ну вот, слушайте, ну вот зачем это даже цитировать? Сама является бенефициаром 90-х и работает на Кириенко. Ну, чушь, конечно, собачья. Вот. Это, я не знаю, я не смотрел эту программу Евгения Киселева. Вот. Ну, не знаю. Не уверен, что буду даже смотреть после этого вопроса. Ельцин подарил гражданам квартиры, в которых они жили на тот момент, хотя я слышал, что даритель для совершения этого акта, как минимум, должен иметь в собственности предмет дарения. Героям 90-х, наряду с Гайдаром, он назвал Черномырдина, который сделал много полезного для России и ее граждан. А те, в свою очередь, просто этого не понимают в силу своей недалекости и скудаумия. Ну, и так далее. Простыней не хватит перечислять все эти перлы. В целом, свою позицию господин Кох сформулировал кратко. Раз вы не уважаете наших героев, мы не будем уважать ваших. То есть, критика по принципу сам дурак или дурья, если угодно. Я не прошу вас превращать анализ этого Шапетова в разбор персонального дела Альфреда Коха. С ним более-менее ясно. Но нет ли у вас желания прокомментировать эту эмоционально выраженную позицию гражданина Коха по существу придержанных им обвинений? Уважаемые коллеги, я должен вам сказать, что в этой запланированной на вчерашний вечер программе анализа второй серии фильма Марии Певчих, я планировал как-то коснуться и, прежде всего, и на самом деле в этом есть интерес тех людей, которые либо критикуют, либо поддерживают этот фильм. Скажем так, поскольку по поводу Коха я неоднократно высказывался, у меня не было большого желания включать его в обзор. Ну, может быть, после вашей реплики я этим займусь. Значит, я категорически не хочу вдаваться в какие-то личные истории. Это, мне кажется, за пределами добра и зла. Кто там, кем был, чьим любовником или любовницей, это все не имеет никакого значения. И вот это на самом деле гадость, в которую я точно не буду погружаться. Ну, а что касается, значит, вот пункта четвертого, третьего, вернее, вашей нумерации, что Ельцин подарил гражданам квартиры, то я должен сказать, что мне задавали вопрос, я так экспромтом ответил, за что можно быть благодарным Ельцину. Да много за что. На самом деле много за что. Несмотря на те преступления, которые он совершил, то, во-первых, свобода слова, безусловная. Во-вторых, политическая свобода, потому что, ну, политзеков не было. На федеральном уровне, да, на региональном уровне гнобили, это понятно. Но на федеральном уровне Борис Ельцин никого не посадил и, значит, никого не угробил. Вот. Там другое дело, что отсутствие цензуры государственной, а ее на государственном уровне не было при Ельцине, возникла цензура автомата Калашникова. Ну, это уже, извините, другая история. Вот. И убийство Холодова, и убийство, значит, главного редактора советской Калмыкии сегодня, и так далее. То есть, это все было. Но это, опять-таки, все-таки не государство. Вот. Ну, и, конечно, приватизация квартир. Возник рынок жилья вторичного. И миллионы, десятки миллионов граждан России получили шанс. Приватизация жилья дала возможность людям продавать жилье, возможность... Я знаю очень многих людей, которые благодаря этому... У них возникла первоначальная... Удивительная возможность совершить первоначальное накопление капитала. Абсолютно легальным способом. И многие попытались создать бизнес на эти деньги. Продав квартиру, например, и переселившись... Ну, например, из центра Москвы, переселившись на окраины, можно было оставить какую-то солидную сумму. Ну, кто-то, на самом деле, приватизировав свою квартиру и квартиру каких-то родственников, до сих пор, собственно говоря, живет на этом. Являясь фактически мрантье. То есть, возникло то пространство свободы, которое в значительной степени... И сегодня еще действует, несмотря на все это фашистское давление. Так что очень много за счет чего. И вообще, вот это вот ощущение свободы, которое тогда было, оно никуда не делось. Вот. И в этом, конечно... Я еще раз говорю, я не знаю, в какой интерпретации Кох об этом говорил, но это, безусловно, все присутствовало. Так, ну, а что касается разбора Коха, не знаю, не уверен. Но, еще раз, после того, как я, к сожалению, у меня сорвался вчерашний эфир вечерний с разбором этой второй серии, и поскольку сегодня, сегодня все-таки неудобно будет, сегодня в 9 часов у нас УАЗу Нантой, поэтому сегодня тоже я, скорее всего, не буду делать разбор этой второй серии. Может быть, придется подождать третьей. Вот. А как уже там сложится, насколько уместно будет анализировать, в том числе, и критиков этого фильма, и тех, кто поддерживает, это уже отдельный разговор. Посмотрим. Так, Елена. Так. Мой вопрос больше относится к выпуску по соцопросам в России. У вас уже были эфиры с социологами из Украины, но я не помню, был ли среди них Александр Шульга, руководитель Института конфликтологии и анализа России ИКАР. Значит, ну, короче говоря, вопрос о том, чтобы пригласить Александра Шульгу к себе на эфир. Дело в том, что, уважаемая Елена, я действительно несколько раз беседовал с Александром Шульгой в качестве гостя. Он приглашал меня к себе на канал, и я с ним беседовал в качестве гостя, в качестве эксперта. Ну, что называется, поменяться местами и расспросить его о тех исследованиях, которые он проводил, в принципе, возможно. У меня была такая мысль. Но дело в том, что вы спрашиваете, как я отношусь к этому, к этим вопросам. Вы знаете, по-прежнему отношусь скептически. Несмотря на то, что лично вот Александр Шульга у меня вызывает доверие, но я не очень понимаю, каким образом. Я знаю, что они задают вопросы косвенные, пытаясь тем самым как-то компенсировать вот эту проблему политически одобряемых ответов. Ну, а если точнее, то пытаясь компенсировать тот страх, который делает невозможным опросную социологию в России. Но я думаю, что все-таки, ну, скажем так, разговор с Шульгой был бы на эту тему интересен. Я думаю, что все-таки мне удается получить достоверную информацию. Хотя поговорить надо. Поговорить надо. Я с вами согласен. Подумаю о том, как сформулировать, как сформировать этот разговор. Виктор. Вы неоднократно говорили про общественное телевидение. А кто бы его финансировал? Государство. Но тогда бы оно не было независимым. У нас в Украине сейчас есть канал Суспильнее. И я не знаю, за чей счет оно финансирует. Но его никто не смотрит. Ну, а в вашем проекте кем и как должно финансироваться общественное телевидение? Уважаемый Виктор, у меня даже в свое время была книжка «Общественное телевидение». Я был редактором этой книжки. Там мы сформировали, так сказать, некоторый анализ анатомии общественного телевидения, где где-то порядка на тот период, если не ошибаюсь, 37 национальных моделей общественного телевидения мы проанализировали. И, в общем-то, ну, что я могу сказать? В целом, если уж говорить сегодняшний день, то в мире существует порядка 50 моделей общественного телевидения, которые все объединяются тем, что эта форма вещания, она не зависит ни от частных владельцев, ни от государства. Степень независимости от государства, она, безусловно, всегда относительна. И, ну, если прямо отвечать на ваш вопрос, то основные принципы, чем отличаются общественные телевидения, это прежде всего отдельный закон, по которому оно существует. И этот отдельный закон четко прописывает финансирование, механизм управления и программную политику. И вот по этим нескольким параметрам различаются различные отдельные национальные модели общественного телевидения. Как финансируются? Опять-таки, существуют разные способы финансирования. Есть, скажем, британские и японские, то есть BBC и NHK, они в основном, не только, но в значительной степени финансируются за счет сборов, то есть граждане финансируют. То есть, ну, можно считать, что это, ну, такой вот налог на телевидение, налог на телевизор, который люди платят. Значит, это один, не единственный, но один из источников. Там тоже самое BBC финансируется от доходов от собственного производства. У BBC довольно сильное собственное телепроизводство, и они продают свои программы. Вот, есть механизм финансирования, который включает в себя государственные деньги. Но независимость от государства, то есть деньги государственные от государства не зависят. Каким образом? Фиксируется точная доля от, так сказать, государственных расходов, которая должна отводиться на телевидение. И это никто не может изменить. То есть, на самом деле, да, деньги государственные, но никто, никакой правитель, никакой президент, никакой парламент не может изменить эту долю. То есть, что называется, таким образом достигается независимость. Отдельная история, это кем управляется. Ну, это можно просто посмотреть, скажем, здесь есть определенное пространство между, например, французским общественным телевидением, которое в значительной степени ближе к государственной модели. Когда вот этот вот высший совет по аудиозуальным СМИ, французский, он, в общем-то, в него делегируются представители, значит, палат парламента и президент делегируют. Но тоже здесь есть такая штука, когда, значит, президент делегирует, но он не может отозвать. То есть, какая-то степень независимости здесь есть. Ну, и тоже какой-то баланс, так сказать, между исполнительной и законодательной властью существует. То есть, ну, это такая, Франция достаточно этатистская страна, поэтому во Франции общественное телевидение достаточно близко к государственному. То есть, оно не является государственным, но близко к нему. Что касается, скажем, BBC, то здесь уже чуть-чуть дальше, меньше этатизма и ближе к полной независимости. И, в частности, мы видели, как, скажем, BBC, Маргарет Тэтчер, например, пыталась не раз через колено сломать BBC, но, тем не менее, это независимый общественный вещатель оказывался неподвластным, в том числе, такому достаточно жесткому лидеру, как Маргарет Тэтчер. То есть, на самом деле, общественное телевидение не является государственным. И вне зависимости от того, какое финансирование, оно сохраняет свою независимость. Значит, итак, за счет зрителей существует финансирование, за счет государства при этом существует защищенная строка, в некоторых случаях за счет собственного производства, в некоторых случаях в общественном телевидении даже разрешена реклама, но, опять-таки, вот дистанция между общественным и государственным, и общественным и частным, она всегда сохраняется. За счет отдельного закона, за счет специальных органов управления, за счет фиксированной программной политики, которая нацелена на интересы общества. То есть, на самом деле, здесь, что называется, не беном Ньютона его создать, вопрос заключается только в том, что ни в одной стране, которая возникла на территории бывшего Советского Союза, общественное телевидение не прижилось. Вот так было. Украина не является здесь исключением. Никакого общественного телевидения в Украине нет. Так же, как его никогда не было в России. Причина – отсутствие политической воли. Ничего другого здесь нет. Олег Павленко. Дмитрий Павленко. Пожалуйста, дайте список депутатов, так называемых защитников Белого дома, которые погибли в результате обстрела верхних этажей болванком из танковых орудий. Зато с подходом танков оттуда моментально ушли через подземные коммуникации отмороженные баркашевские нацисты и преднестровские боевики. Самоназванные советские офицеры Макашов и Алхинс вместе с бабушками Анпилова растворились. А дерево в центре Кабула пошло перемновывать свою газету «День в завтра». Получился бескровный финал. Вы что, жаждали штурма с тысячами жертв? Или вам, как журналисту, просто нравится броский заголовок «Расстрел парламента президента»? В эти дни я, как засланный казачок, постоянно терся среди этих пресловутых защитников Белого дома. И именно тогда я понял, что Россия беременна фашизмом. Это мое таюжное чутье мне подсказало, поскольку много лет проработал полевым геологом. Ну, в общем, короче говоря, меня термин «Расстрел Ельцином парламента» полностью, попросту коробит. Уважаемый Олег, вы знаете, ну, все так, хотя при штурме Белого дома были погибшие, но они не были из числа депутатов, выбитые зубы некоторых депутатов не в счет. Но в целом я уже отвечал на этот вопрос. Я согласен. Я согласен. Но, тем не менее, расстрел Белого дома был. Ничего с этим не сделаешь. То, что среди депутатов не было жертв, это тоже правда. Но в целом, понимаете, речь ведь идет о том, что... Я подробно отвечал только что на этот вопрос. Да, безусловно, уже когда пошел штурм Останкина, когда Баркашов и прочая банда, когда Рудской начал пытаться командовать авиацией, говорить о том, что надо бомбить мэрию, надо уничтожить врагов, то это уже было поздно, да. Тогда уже надо было раздавить гадину. Вопрос заключается в том, что кто и как довел до этого. Вот о чем речь. Речь об этом. Понимаете? Поэтому и... Ну, хорошо, давайте мы переименуем это событие. Мы будем говорить о том, что это не расстрел Белого дома, а стрельба, значит, чугунными болванками здания на Краснопресненской набережной. Вам легче от этого? Это был расстрел танками здания парламента. Так точнее, никто не говорит о погибших. Это исторический факт. Это событие, которое во многом действительно захлопнуло окно возможностей. Это просто исторический факт. Коровит вас от этого, уважаемый Олег Павленко, или нет, это уж дело такое. Меня тоже коробит. Но меня коробит то, что довели, и это была рукотворная история, довели до того, что пришлось действительно эту гадину давить. А кто сделал эту гадину? Кто из того самого парламента, из того самого Верховного Совета, который большинством голосов поддержал Ельцина? Кто превратил их в тех самых мерзавцев и подонков, которых пришлось давить? Вопрос без ответа. То есть, Борис Николаевич Ельцин, он-то уже ничего не скажет. Но те люди, которые тогда поддерживали его, и которые были в команде реформаторов, им надо посмотреть в зеркало при ответе на этот вопрос. Виктор, вы несколько раз говорите, что на Кремль может пойти только добровольческий батальон, состоящий из россиян, и к ним будет такое же отношение, как к Пригожину. А вам не кажется, что Пригожину народ воспринимал за своего, а добровольческий батальон будет воспринимать как предателя, и такой поддержки у них не будет? Вы знаете, тут, безусловно, эта вся история не может рассматриваться как сегодняшний проект. Я думаю, что если и когда удастся нанести Путину тяжелое военное поражение, то ситуация будет рассматриваться иначе. И, вы знаете, люди, которые... Вот отношение к Пригожину, оно в значительной степени, это очень интересный социологический феномен. То есть, как к нему относились? Что значит, как к своему? Ведь было ясно, что те жители Ростова-на-Дону, которые с цветами его приветствовали, они же понимали, что он против Путина, или не понимали? Ну, явно, какая-то группа вооруженных людей явно захватывает город. Это было видно. И люди воспринимали это как... Они понимали, что это переворот, или попытка переворота. И они его приветствовали именно как человека, который... Ну, вот молодец, вот сильный мужик, вот он что-то там хочет. Какое-то изменение. И я думаю, что серьезная трансформация, переворот в общественном сознании, который возникнет, когда люди увидят, что возникла какая-то вооруженная сила, которая пытается что-то изменить, это произойдет. Это люди, которые говорят на русском языке. Это люди, которые, так сказать, представляют собой какую-то силу, и я более чем уверен, что поддержат. И второе, что здесь важно. Важно ведь не отношение людей. Люди не будут голыми руками танки останавливать. Не тот случай. И никакого там партизанского движения в России против вот этого добровольческого корпуса, или добровольческой армии не возникнет. Важно отношение военных. И вот к тому моменту, когда возникнет вот этот... Ну, опять-таки, мы говорим о гипотетическом проекте, который на сегодняшний момент даже не сформулирован. Потому что вот его формулирую я, человек, который не имеет никакого отношения к реализации этого проекта на практике. Но если и когда это возникнет, возникнет политическая воля, возникнет этот проект, то, безусловно, здесь, так сказать, все будет зависеть от ситуации. Если к тому времени усталость от войны, понимаете, все же зависит от момента. Если к тому времени усталость от войны, в том числе у силовых структур, в том числе и у российской оккупационной армии, она достигнет критического предела, то я думаю, что очень многие, в том числе и из действующей российской армии, могут примкнуть. Потому что, ну, сейчас, вот сейчас, настоящий момент, те люди, которые находятся в составе оккупационной армии, у меня нет ни малейших сомнений, что очень многим все это до черта надоело. В огромном количестве, у огромного количества людей есть непонимание, за что они умирают. И когда возникнет вопрос, от кому примкнуть, я думаю, что многие сделают выбор в пользу тех сил, которые пытаются эту войну остановить, в том числе с помощью свержения фашистского режима. Опять-таки, на сегодняшний момент нет предмета для обсуждения, потому что мы находимся в той исторической точке, когда для этого не созрели условия. А когда созреют, уверяю вас, российская история учит, что происходит инверсия мгновенная. Мгновенно плюс меняется на минус. И сегодняшняя поддержка Путина, она сменится на, так сказать, негатив очень быстро. Тем более, что основную часть поддержки составляют равнодушны. Те, кому все равно. А ему будет все равно. Мангуст задает вопрос. Ваше отношение к очередям Надежды, как мне кажется, менялось в динамике. Не поменялось ли ваше отношение к полдню после резолюции Европавлайнента, если считать, что евродепутаты особо отметили эту акцию? Вы знаете, нет, не поменялось. И отношение к очередям Надежды у меня никогда не менялось. Я всегда отделял очереди Надежды от самого Надежды. И, кстати говоря, сами они тоже, многие из тех, кто стояли в очередях Надежды, в общем-то, к Надежды относились сдержанно. Это из разговоров видно, из общения в социальных сетях. То есть, они стояли, скажем так, они стояли за Надеждой. За Надеждой, а не за Надеждой. Теперь, что касается отношения к полудню. Оно не изменилось. И, понимаете, для меня резолюция Европарламента не является каким-то там истинной в последней инстанции. И для меня это важный политический документ. Но это не то, что я готов рассматривать как аксиом. Отношение критическое, как было, так и есть. Ничего не поменялось. Так, Евгений Мирошниченко. Если Арцах, международно признанная территория Азербайджана, и она вернулась в родную гавань, то почему же эта трагедия еще большая? Да, к Карабахскому армянам, наверное, удобнее было бы относиться к государству Армении. Да и то не факт. Но разве сейчас они притесняемы властями Азербайджана? Вынуждены переселяться? Слышал две противоположные версии. Как же на самом деле? Уважаемый Евгений, начну с конца. Значит, карабахские армяне сейчас не притесняемы властями Азербайджана, поскольку их не существует. Они просто вынуждены были переселиться в Армению. Основная масса переселилась в Армению. Поэтому какое притеснение? Просто нет такого армянского карабаха на территории Азербайджана. Вот и все. Нет людей, нет проблемы. Когда вы говорите о том, что им удобнее было бы относиться к государству Армении, да и то не факт, это, скажем так, очень рискованное утверждение. Я не уверен, что вы в глаза видели или говорили хоть с одним из армян, которые жили в Карабахе и потом вынуждены были оттуда уехать. Нет, конечно. Для них это была трагедия, безусловно. То, что Арцах – международно признанная территория Карабаха, это исторический факт. И с этой точки зрения, возвращение Азербайджанам своих международно признанных территорий является вполне законным. И здесь вопросов нет никаких. И нет никаких вопросов у большинства, ну, фактически у всех политиков всех стран мира. Это очевидная вещь. То, что это сопровождалось, эта законная акция со стороны Азербайджана сопровождалась трагедией, я не вижу здесь противоречия. Понимаете? Очень многие справедливые войны или очень многие какие-то законные акции сопровождаются человеческими трагедиями. Понимаете? Я не хочу здесь никаких исторических аналогий, потому что они будут задевать очень сильно. Это больной вопрос и для армян, и для азербайджанцев. А сейчас в особенности для армян. Потому что Азербайджан победил. И поэтому для армян любая историческая аналогия будет оскорбительной. Но я могу... Вы сами можете привести тысячи примеров, когда какие-то законные вещи приводят к трагедиям. Понимаете? Ну что, это так бывает. Когда люди невинно страдают от реализации закона. Так бывает. Например, когда по закону, например, ликвидируется какое-то предприятие, люди оказываются выброшены на улицу. Ну что делать? Да, это трагедия. Безусловно, это большая трагедия. Это большая трагедия армянского народа. Так получилось. Что тут можно сказать? Я не вижу здесь никакого противоречия. Таркват Цинцинад. Хотелось бы сказать про национализм РДК и Капустина. Всеми забытый Кропоткин когда-то хорошо сказал, что нужно различать национализм народов и национализм господ. Национализм народа является формой борьбы против угнетателей, а национализм господ является формой угнетения и причиной войн. Согласитесь ли вы с Кропоткиным? Вы знаете, я на память, конечно, труды Кропоткина не помню, но из того, что я помню, может быть, я ошибаюсь, но из того, что я помню, там была другая позиция Кропоткина. Он различал национализм славянофилов, которых он считал национализмом господ, и национализм народников, которых он считал национализмом народа. И вот он поддерживал национализм народа против национализма господ. Опять-таки противопоставляя здесь славянофилов, которых он считал господами, и народников, которых он считал представителем народа. В данном случае с этим тоже можно было бы спорить, но это не очень актуально. А с фразой, которую вы привели как цитату Кропоткина, еще раз подчеркиваю, с этой фразой, что национализм народа является формой борьбы против угнетателей, а национализм господ – это форма угнетения. Вы знаете, у меня только один вопрос, ну не к Кропоткину, естественно, а к самому себе и к вам, уважаемый коллега. Вот скажите, пожалуйста, народные погромы, то есть народные еврейские погромы, которые были на территории Российской империи, это какой национализм? Хороший или плохой? Можно ли считать, что еврейские погромы, которые устраивал народ, что они были формой борьбы против угнетателей? Нет, конечно. А скинхеды, которые убивают нерусских, это какой национализм? Это национализм господ или национализм народа? Народа, конечно. Народа. Поэтому, я еще раз, уважаемые коллеги, я не берусь проверять сейчас сходу и времени, да и желания нет, проверять точность цитаты Кропоткина, но если Кропоткин такое говорил, то я с ним не согласен. Вот. Нет хорошего национализма. Там другая, вот в этом смысле другая трактовка верна. Есть национализм угнетенных народов, и поэтому, скажем, национализм, скажем, украинский, который боролся против Российской империи. Это одна история. А русский шовинизм, это другая история. В первом случае, это нормально, потому что не бывает национально-освободительных движений без национализма. А в другом случае, это абсолютное зло. Русский шовинизм, как имперский шовинизм, это абсолютное зло. Вот с этой трактовкой я согласен. Но у Кропоткина этого не было из того, что я помню. И в той фразе, которую вы ему приписываете, может быть, она действительно была произнесена, этой трактовки нет. И что касается национализма Капустина, то он не является национально-освободительным. Вот это точно. Потому что это русский шовинизм. И он не является национально-освободительным. Еще раз подчеркиваю, что в данном случае это не означает, что мы должны плохо относиться к русскому добровольческому корпусу. То есть, в борьбе против путинского фашизма все находят свое место. И в этом смысле я полностью поддерживаю Капустина, который называет себя Уайт Рексом. И в ближайшее время собираюсь еще раз его пригласить на наш канал, узнать о его планах и полностью его поддержать. Несмотря на огромное различие, во взгляд. Вопрос от Киры. Киры из города Перта. Не могли бы вы поточнее определить значение терминов правый и левый в современной политике? Я, конечно, в курсе истории о том, кто где сидел во французском парламенте. Но ведь тогда правыми назывались откровенные консерваторы, а левыми сторонники перемен. Сегодня эти понятия явно не так однозначны. Каким-то непостижимым образом правыми считаются и Рейган, и Трамп, и Борис Джонсон, и Орбан, и Маргарет Тэтчер, и Марин Реппен. Является ли, например, консервативно обязательным элементом правого мировоззрения? Я вроде бы правая. Я за принцип, по которому каждый человек вправе как угодно распоряжаться в своей жизни. Но при этом и нести за свое благополучие и судьбу полную ответственность. Я за протестантскую трудовую этику, правда без религиозного подтекста. Я за экономическую политику в духе рейгономики. Против политики, ведущей к росту числа социальных иждивенцев. Я за максимизацию всех всевозможных свобод человека. Но я, несмотря на свой преклонный возраст, точно не консервативно поддерживаю, например, легализацию каннабиса. Среди различных свобод человека поддерживаю сексуальную свободу. Самое широкое многообразие возможных форм семьи. Ну, в общем, короче говоря, вот так. Уважаемый коллега, я должен вам сказать, что некоторая путаница и некоторая проблема с определением правого и левого... Я не сторонник идеи того, что это все ушло в прошлое и сегодня право-лево не является инструментом политологического анализа. Нет. Я считаю, что это сохраняет актуальность. И проблема только в том, что вот это вот дефиниции, что в этом случае присутствуют сразу две, два, вернее, основания для разделения. Первое, это разделение на консерватизм и склонность к переменам. Это первое. И второе, это, ну, то, что условно, очень условно, можно сказать, капитализм-социализм. То есть, или поддержка сильных, в случае правых, значит, поддержка успешных, и поддержка слабых, угнетенных, в случае левых. И тут главный вопрос возникает тогда, когда мы пытаемся понять, а что консерваторы? То есть, если первый критерий, это разделение на консерватизм и склонность к переменам, нацеленность на перемен. А что консерваторы консервируют, извините за грубую тавтологию? Вот что консерваторы консервируют? В свое время я помню хорошо, что когда Борис Николаевич Ельцин выступал за перемены, но перемены с точки зрения классической политологии, перемены правого толка, то есть, за свободный рынок, ну и так далее, то его называли левым, леваком, потому что он за перемены. А с точки зрения политики он, конечно, был правее, чем, так сказать, тот же самый Горбачев. Кто такой Зюганов? Зюганов, безусловно, консерватор, крайний консерватор, да еще и, так сказать, такого мракобесно-религиозного оттенка. С точки зрения, ну весь вопрос, что он собирается консервировать? Консервировать он пытается крайне левую конструкцию большевизма, крайне левую конструкцию социализма, коммунизма, так сказать, анпиловского толка. То есть, в этом весь вопрос. Вот во внутреннем противоречии двух этих критериях. Консерваторы, сторонники перемен и капитализм, социализм. Весь вопрос в том, что консервируют. Так что вот в этом, как мне кажется, и причина запутанности вопроса. Хотя, в общем-то, вопрос не такой уж запутанный. Всегда можно все-таки определить. Человек является представителем левых взглядов или правых. В вашем случае, на мой взгляд, вы, безусловно, представительница умеренно правых взглядов. И ничего такого противоречивого здесь особенно нет. По разным основаниям вас можно отнести к разным представителям взглядов различных. Но, в целом, из того, что вы сказали, вы представительница таких умеренно правых взглядов. Алиса задает вопрос. Знаете ли вы такой канал «Новые куклы»? Смотрите. Вы знаете, я действительно, поскольку мне прислали в комментариях ссылку на фильмы этого канала, я посмотрел. Больше смотреть не буду. Вы знаете, попытки вернуться в прошлое, вступить в реку второй раз, всегда приводят к разочарованию. И есть еще одна попытка создать вот этот кукольный политический театр. Не помню, как он называет. А, заповедник, кажется. Заповедник. Вот. Ну, это достаточно убого. И что касается новых кукол, понимаете, попытка сделать то, что делала НТВ в конце 90-х, ну, и сценарии, ну, прежде всего претензии к сценариям, к самим куклам претензий нет, сценарии достаточно поверхностные, там все-таки каждый выход кукол, это было произведение, это было, ну, слушайте, вспомните крошку Цахиса. Вот в новых кукол, в куклах ничего подобного нет. В некоторых случаях они пытаются шутить, но получается натужно. Ну, впрочем, это одна из тех причин, по которым я стараюсь не выступать в роли театрального, литературного критика, потому что всегда здесь есть огромная, огромная, так сказать, доля субъективности. Мне не смешно, кто-то, наверное, смеется, ну, кто-то смеется от щекотки, тоже, как известно. Безобидство называется, но у меня вот такая оценка, сугубо оценочное, личное и вполне возможно ошибочное суждение. Николай из Харькова. Вы не слышали, что там с заложенным? Просто как сменил должность от него ни слуху, ни духу. Свой телеграм-канал он перестал вести, как-то странно. Он может у Грабского спросить. Я не думаю, что надо Сергея Маратовича беспокоить такими вопросами, потому что информация публичная, известная. Совсем недавно, ну, просто на днях, Михаил Подоляк сообщил, что в ближайшее время заложенный начнет свою работу послом Великобритании. А то, что он перестал вести телеграм-канал, то я думаю, что заложенный, серьезный очень человек, не склонный к популизму. И он и в должности главнокомандующего вооруженными силами Украины никогда не злоупотреблял, так сказать, какими-то откровенничаниями. То есть, он просто соблюдает правила игры. Его назначили послом. Насколько я понимаю, сейчас все бюрократические припоны, так сказать, снесены. И он приступает к работе. Он собирается честно делать ту работу, на которую его направил президент Украины. Точка. Он соблюдает правила игры. Очень достойное поведение достойного человека. Анатолий Санмабженко. Анатолий является спонсором нашего канала, за что ему большое спасибо. Грисонар, пожалуйста, перечислите все ваши противоречия с Виталием Портниковым, о которых вы все время заявляете. Помимо того, что слуги не должны делиться власти и его отношения к Зеленскому. Вы все-таки ответьте на мой вчерашний вопрос о суде над разведчиком полковником Романом Червинским. Адвокаты Червинского подали иск в Европейский суд по правам человека. По-вашему, это судилище повышает имидж Украины? Уважаемый Анатолий, на второй ваш вопрос ответа не будет. И я многократно отвечал, что степень моего комментирования внутриукраинских проблем, она очень ограничена. И вот здесь я понимаю, я знаю о ситуации с полковником Червинским. Знаю эту ситуацию, имею на этот счет мнение. Но я, слушайте, вот, уважаемый Анатолий, вы, судя по всему, гражданин Украины. Я гражданин России. У нас разная позиция, как бы стартовая позиция в этом разговоре. Вы можете высказывать свое мнение? Я нет. Я готов высказываться по, так сказать, проблемам Украины, только в той степени, в котором это является абсолютно необходимым для объективного комментирования событий в мире. Ситуация с полковником Червинским, с моей точки зрения, не является таковой. Вот, поэтому, пожалуйста, при всем к вам уважении, Анатолий, ну, у вас есть с кем обсудить это. Есть огромное количество украинских политологов, политиков, которые эту тему обсуждают. И я думаю, что мое участие в этом обсуждении излишне. Что касается моих противоречий с Виталием Портниковым, то да, центральным пунктом этих противоречий является отношение к Зеленскому. Я не фанат нынешнего президента Украины, но я не считаю, что, так сказать, там в 2019 году украинский народ совершил ошибку. Ну, просто потому, что я понимаю, как это все происходило. И, в общем, особенно сейчас это педалировать считаю неправильным. Значит, да, и по поводу вот того разногласия с уважаемым Виталием Портниковым, что он считает, что должны, что украинская власть должна сейчас сформировать правительство народного доверия. Я считаю, что вопрос не в том, что они не должны, а в том, что они не будут. Это утопия. И поэтому ставить эти вопросы, ну, как, надо ли заставлять людей летать? Нет, не надо, потому что они не могут. И они не будут этого делать. Создавать правительство народного доверия любой руководитель государства может только под очень сильным давлением, если это неизбежно. Для украинского руководства такой неизбежности сейчас нет. И запускать себе ежа в штаны, приглашая того же своего конкурента Порошенко в правительство, а Виталий Портников предложил однажды назначить Порошенко премьером, ну, слушайте, это утопия. Это утопия. Непонятно, зачем это нужно Зеленскому. А никто его в этом заставить не может. Поэтому здесь восхождение не по модальности должного, а по модальности сущего. Этого не будет. Значит, у меня... Я не могу сейчас по памяти перечислить все мои многочисленные расхождения. На самом деле есть одна... Почему я все-таки сохраняю, если Виталий Портников будет готов и дальше ко мне приходить, я буду его приглашать. Почему? Потому что диалог с ним – это не диалог двух начетчиков, которые цепляются за свои убеждения. Виталий Портников готов вступать в диалог. И он в том числе готов слушать собеседника. И очень часто в наших диалогах, хотя я целенаправленно не приглашаю его для дискуссии, но иногда дискуссии спонтанно возникают. И иногда, в общем-то, мы понимаем, что вопрос дискуссии, разногласий, он терминологический. И в некоторых случаях, в общем-то, можно прийти и к какому-то консенсусу. Из того, что я помню на память, наше разногласие – это склонность... Это, во-первых, оценки степени имперскости власти в 90-е годы. Виталий Портников продолжает считать, что Ельцин и его администрация были изначально вообще готовы чуть ли не к войне с Украиной. Я так не считаю. Я видел этот процесс изнутри. Я считаю, что то, что сейчас стало мейнстримом, тогда это было какой-то девиантной формой поведения политиков. В частности, Константин Затулин, который с самого начала был имперсом, сторонником Крым-наш и так далее, тогда он выглядел как некое девиантное существо. Я хорошо помню, когда создавалась эта фракция под руководством Явлинского. Я, как вы, наверное, знаете, был руководителем избирательного штаба в то время и депутатом этой фракции. И я помню, что изначально приглашали туда Затулина. И как раз расхождение было именно потому, что тогдашние взгляды Затулина представлялись чем-то маргинальным. И он в результате пошел думать и прибился к Шахраю на тот период. Но потом уже через какое-то время стал одним из апологетов и Крым-наша, и Новороссии, и всего этого мракобесия. Яркий пример того, что на тот период вот эти имперские взгляды были маргинальными, это история с Прохановым. Вот Проханов на тот период это был такой вот маргинал, который, так сказать, ну явно не находился в мейнстриме. А сейчас в мейнстриме, поэтому с моей точки зрения здесь, ну я так думаю, что Портников ошибается. Он приводит аргументы в защиту своей версии, ссылаясь тоже на информацию изнутри России, российской власти. У меня другой жизненный опыт. Вот, и здесь расхождение не сглаживание. Некоторые исторические взгляды на историю, хотя Портников, безусловно, очень образованный человек, но взгляды на историю не представляются излишнее осовременивание истории, опрокидывание сегодняшней ситуации на ситуацию тысячелетней давности, углубление истории. То есть, вот, ну, я, конечно, не буду сравнивать Портникова с Путиным, потому что Портников это образованный человек, а Путин не очень. Но, тем не менее, вот я помню такой эпизод, когда Портников говорил, что чуть ли не Андрей Боголюбский, это фактически вот сегодняшний Путин. А тогдашний киевский князь Мстислав Изиславович, это вот такой вот украинец, который сопротивлялся московским устремлениям Андрея Боголюбского. Ну, вот это знаменитый поход на Киев и взятие, захват Киева. Вот я абсолютно убежден, что это осовременивание истории, опрокидывание нынешнего конфликта, нынешней войны агрессивной путинской России, фашистского государства на независимую Украину, пытаться найти, углублять этот, видеть истоки этого конфликта в том событии, которое произошло в 12 веке, значит, тысячу лет назад, поход Андрея Боголюбского на Киев. Слушайте, они были родственники, они все были Рюриковичами, они все, значит, та же самая политика Мстислава Изиславовича, она точно с таким же успехом может восприниматься, как имперская, то есть, не захватил бы Андрей Боголюбский Киев, то Мстислав Изиславович с удовольствием захватил бы Владимирское княжество. То есть, на самом деле, это попытка выискать исторические корни там, где них нет просто. Вот в этом у меня твердо, здесь мы с Виталием Кортниковым точно не сойдемся. Ну, по крайней мере, я так думаю. То есть, на самом деле, это, кстати говоря, беда многих сегодняшних украинских историков, это попытка увидеть вот этот сегодняшний раскол, там, я не знаю, в этнических каких-то особенностях, или, так сказать, вот в истории Киевской Руси и, соответственно, там, Владимира Суздальского княжества. Ну, нет там этих корней, просто нет, и искать их там не надо. Вот я абсолютно убежден, что истоки нынешнего противостояния, то есть, я в данном случае сторонник сокращения исторических корней этого противостояния. Вот точно это противостояние ведет свои корни от противостояния Великого княжества Литовского и Великого княжества Московского. Вот эти два, вот здесь вот точно совершенно происходит вот эта вот развилка, это противостояние, и оно есть. А Андрей Боголевский и Мстислав Владиславович, это другая история. Это другая история, это, так сказать, то, что никакого отношения к нынешнему противостоянию путинского фашизма и независимой Украины не имеет. Ну, это разногласия, да, оно как бы, не знаю, может быть, если поговорить более, я сомневаюсь, что у нас будет желание эту тему подробно обсуждать. Но вот таких вот мелких разногласий, их много. А в целом, я еще раз говорю, мне, я считаю, что общение с Портниковым, это полезно для нашего канала. Зинаида, вы приглашали на свои эфиры, вопрос, вы приглашали на свои эфиры бывших эховцев? Я что-то не помню. Бывала ли у вас на канале Ксения Ларина? Значит, ну и дальше. Я в прежние годы часто слушал Эхо Москвы, пару раз была удивлена фотографиями, на которых эховцы были запечатлены фигурами из другого идеологического лагеря. Кажется, Дмитрий Киселев, Мария Захарова, Дмитрий Песков. Я помню хорошо эту историю, я помню эти фотографии. Это в основном были фотографии, ну, во-первых, туда действительно на Эхо приглашали и, значит, людей из путинского окружения, и там Маргарита Симоньян была там желанным гостем и, значит, Захаровой, и Киселев, и Песков. Это все были желанные гости. Ну, да, я ни разу не был, хотя до определенного момента я сотрудничал с Эхом и писал на сайте Эхо, и приходил в гости, так сказать, ни раз, и ни два, и ни три. Особенно это было связано с Владимиром Карамурзовым-старшим, которого я считал и считаю своим просто другом. Вот. Но с определенного момента я перестал ходить. Значит, я ни разу не был на дне рождения, на дне рождения Эхо Москвы, потому что знал примерно, что там происходит. И там, ну что, просто спокойно стоять и смотреть, как там Луговой, значит, убийца путешествует, радостно приветствуемый представителями Эхо. Ну, невозможно. Вот. Значит, я никогда не приглашаю на свои эфиры бывших Эховцев. Я с удовольствием и с интересом хожу в гости к Александру Плющеву и буду ходить, если меня будут приглашать. Я с удовольствием и с интересом хожу на питерское Эхо. Приглашать в ответ? Ну, вы знаете, тот же самый Плющев, безусловно, интересный собеседник. Но я не уверен, что вот это вот чередование, так сказать, а вы к нам, а мы к вам, вот оно является правильным. Все-таки он в большей степени журналист и в большей степени задает вопросы, чем формулирует свою позицию. Значит, Ксения Ларина, я с большой симпатией отношусь к Ксении Лариной, считаю ее очень искренним человеком, человеком такого пронзительной искренности. Ну, и я бываю, был, по-моему, один или два раза у нее на канале, и если она будет дальше меня захочет приглашать, я, конечно, приду. У меня нет уверенности, что у меня сейчас есть актуальная повестка для беседы с Ксенией Лариной на своем канале. Если возникнет, я, конечно, ее обязательно приглашу и надеюсь, что она согласится. Но, еще раз подчеркиваю, пока, ну, так получается, что эховцы, даже те, кому я отношусь к симпатии, ну, как-то пока не являются гостями нашего с вами канала. Мэри Энн. Хочу заметить, что вы, Игорь Александрович, отвечаете на задиристые вопросы ваших украинских слушателей, а вопросы из другого лагеря обходите стороной, или я ошибаюсь? Уважаемый Мэри Энн, вы ошибаетесь, я отвечаю на задиристые вопросы из любого лагеря, значит, и с любой интонацией, есть ли они содержательные. То есть, задиристые вопросы – да на здоровье, злобные вопросы – да на здоровье. Просто главное, чтобы они были содержательные, а не в духе того, что когда ты сдохнешь. На этот философский вопрос я ответить не могу. Чанга-Чанга. А лояльность режиму, проведение его политики в стране, включая репрессии, издевательства над страной, культивированной плавной экономики за привилегии от него, разве не услуга, заполучаемая от режима благо? Это одна из многочисленных реплик по поводу моей позиции, что все-таки номенклатурные привилегии не являются коррупцией. Ну, давайте так. Все-таки, если номенклатурные привилегии являются коррупцией, то тогда и сословное общество – тоже коррупция. Тогда надо… Понимаете, все-таки номенклатурные привилегии – это привилегии, которые делает… Коррупция, с моей точки зрения, все-таки, это плата за оказание конкретных услуг конкретным людям или конкретным организациям. Значит, считать, что сталинские палачи получали свои дачи за расстрелы, или что брежневские номенклатурщики получали свои… Слушайте, когда у человека… Я просто… Я бывал в этих домах, и когда на диване человека, который живет на номенклатурной даче, стоит инвентарный номер, Бирк стоит. Является ли это коррупцией? Не знаю, не думаю, не уверен. То есть, вопрос терминологический. Расширение, подобного рода расширение понятия коррупции за счет включения туда номенклатурных привилегий, за счет включения туда сословных привилегий. Ну, тогда все дворяне были коррупционеры. Понимаете? Ну, как? Вот сословие дворянское. Что, считать, что они коррупционеры? Да нет, конечно. Да, безусловно, в номенклатурной системе была коррупция. Но это была отдельная коррупция. Когда, например, низовая коррупция. Когда там, я не знаю, так сказать, за определенные… Ну, вот в целом ряде фильмов было подробно показано, каким образом там за счет каких-то взяток удавалось купить дефицитные товары. Да, коррупция была. И на более высоком уровне была коррупция. Но, когда мы говорим в целом о номенклатурной системе, включать саму основу номенклатурной системы в понятие коррупции, я считаю, неправильно. Потому что тогда понятие коррупции расширяется до таких пределов, когда оно становится нерабочим. То есть, еще раз, дворяне, их привилегии – это коррупция или нет? На мой взгляд, нет. Это другая система. И искать всюду коррупции… Ну, все-таки коррупция – это вот то, что вот сейчас, я не знаю, Иванова арестовали. Его, правда, не за коррупцию, конечно, арестовали. Но, по крайней мере, вот конкретный откат за оказание услуги – это коррупция. А получение государственной дачи или использование государственного автомобиля номенклатурщиками – это не коррупция. Потому что это не плата за конкретные услуги, это атрибут должности. Вот и все. Поэтому, с моей точки зрения, здесь надо делать различия. Продолжение следует...